Добрый вечер! Это программа «После новостей». Мы сегодня находимся не в обычной студии, а в фойе театра оперы и балета. Именно здесь сегодня состоится первая постановка, которая даст старт фестивалю «Золотая маска», который привезли к нам столичные режиссеры, актеры и организаторы. Итак, я представляю нашу сегодняшнюю гостью, генерального директора национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска» Марию Евсеевну Ревякину. Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время в таком плотном графике. Открытие фестиваля – это всегда, наверное, много суеты, но тем не менее мы рады, что сегодня имеем такую возможность с вами пообщаться. Театральные фестивали для Красноярска – это всегда долгожданное событие, и мы рады, что этот фестиваль состоялся. И также вместе с вами хотим пригласить красноярцев поучаствовать в нем. Да, спасибо большое. Итак, сегодня стартует фестиваль первой постановкой. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что это. Мы вообще в Красноярске бывали. В 2015 году у нас был, ну, довольно давно, ведь и 7 лет назад, и за это время Красноярск очень сильно изменился. Мы были с фестивалем «Золотая маска», привозили спектакли Фоменко, Додина, Льва Додина, Петра Фоменко, балеты. Ну, в общем, самый разный. И спектакль Юрия Бутусова «Добрый человек из Сизуана», театр Пушкина. Вот. И прошло вот с тех пор 7 лет. Но с 2000 года театр Красноярска номинируется практически ежегодно на «Золотую маску». И мы очень хорошо знаем и театр Пушкина, и постановки Олега Рыбкина, и Тюз, постановки Романа Феодоре, и театр оперы и балета, то есть и оперы и балета, которые номинировали и стали лауреатами. Вот всего 11 масок за это время увезено в Красноярск. Но помимо Красноярска, вы знаете, у вас есть много городов очень интересных. Сибирских, да, в Красноярском крае. Это Шарыпово, например, где четырежды, по-моему, были спектакли. Замечательные совершенно. И такой герой, которого Женя Миронов, Евгений Миронов на вручении премии назвал Гагарином, это Хольгер Мюнценмайер, который получил за лучшую мужскую роль в спектакле «Жили-были» из Шарыпово. То есть это всемирно уже теперь известный такой город Лесосибирск, спектакли которого не раз номинировались, лауреатами были, и мы возили даже за рубеж. За рубежом знают «Мертвые души» или постановки Олега Липовецкого. «Канц», который в самых разных программах «Маски», «Норильск». Ну, то есть, в общем, очень-очень много. Ну, не говоря уже о театрах Красноярска, столичных, которые, в общем, все театры у нас были номинированы и стали лауреатами. Да, мы поняли, что красноярский зритель очень искушенный, и тем не менее, постановки, которые привозят фестиваль, ну, театральный синдром «Золотая маска», это всегда особое событие. И согласитесь ли вы со мной, что сейчас что-либо планировать, это вот отдельный такой героизм, и нужна вот такая настойчивость, и очень большая вера и надежда, что все пойдет по плану. Ну, сейчас в долгую что-то планировать, наверное, сложно, но тем не менее, все события... Нет, вы знаете, нет, мы планируем как раз то, что вы называете в долгую, потому что вот у нас, например, идет основной фестиваль, в ноябре мы объявим афишу следующего фестиваля, 29 ноября этого года, и уже заранее ведем переговоры с регионами, что мы привезем, потому что это огромные афиши, и не спланировать заранее это невозможно. У нас в этом году мы начали и провели уже и в Нижнем Новгороде, Самаре, Новокуйбышевске, сейчас идет огромный фестиваль в Улан-Удэ, он закончится 10 сентября, начался 26 августа, то есть, ну, понимаете, страна большая, и средств нужно много для того, чтобы привезти полноценный фестиваль, поэтому, конечно, планируем и все заранее, с Красноярском то же самое. И я не знаю, можно ли сказать спасибо тем, кто поддерживает, потому что, естественно, Министерство культуры и правительство Красноярского края, и наши генеральные партнеры, фонд Михаила Прохорова Сбер, и компания ЕН+, которая в этом году впервые с нами, но мы очень благодарны, что они присоединились к нам. Потому что привезти вот такого рода, у нас, например, 11 показов полноценных постановок, это накладно очень и дорого. Начинаем мы, простите, я сразу не ответила на ваши вопросы, начала немножко издалека, начинаем мы со спектакля Московского художественного театра имени Чехова. Это «Сегодня и завтра» спектакль Сережи в постановке Дмитрия Крымова, лауреат Маски и лауреат за лучшую женскую роль Маши Смольниковой, чудеснейшая актриса. Это такой, в общем, по-толстому, но не совсем толстой. Это то, что, в общем, как всегда делает Дмитрий Крымов, собрал в едином спектакле. Самые разные размышления и даже самых разных героев, и там есть и Гроссман, высказывания и так далее. Затем у нас спектакль «Сын» российского молодежного театра, лауреат, тоже номинант, лауреат Маски этого года, Александр Девятьяров за лучшую мужскую роль. И это, безусловно, очень талантливое высказывание режиссера Юрия Бутусова, которого красноярцы видели в 2015 году со спектаклем «Добрый человек из Сизуана». Это такая история о Гамлете и, как говорит сам Юрий Бутусов, в общем, о русских, о русских мальчиках, о русских мальчишках, о переживаниях этого возраста. Хотя пьеса швейцарского драматурга Флориана Зеллера, ее ставят довольно много сейчас по всему миру, он очень популярен. Искусство вечно и без границ, как выясняется. Да, и без границ, да. Затем у нас два спектакля в театре имени Пушкина на камерной сцене. Это два спектакля-эксперименты, коромыслие Новосибирского театра, Новосибирской студии в постановке Полины Кардамон. Такое переосмысление фольклора, как современный человек, имея за собой огромные пласты культуры народной, все-таки встраивается или не встраивается в них. Эти корни есть, как они пробуждаются, что в нас пробуждает вот этот фольклор. Затем блестящие одноактные балеты, на которые просто я их очень люблю. Это три хореографа, три одноактовки. Акрам Хан, Шарон Эйаль и Иржи Киллиан, которые вот здесь будут идти. В свою очередь на камерной сцене театра драмы, я сказала, будут идти коромысли. И еще один спектакль 15-го числа, на который я очень рекомендую сходить. Это спектакль Петра Шерешевского, постановка в театре «Красный факел». Он был номинирован вот в этом году. Называется он «Time Out». Это по пьесе современного драматурга Марины Крапивиной. Но это такая фантасмагория, очень современная. Отчасти это нелепица и безбожный комизм сегодняшней жизни, где существует такой фантасмагорический супермаркет, собственно, как вся наша жизнь, где ходит и бродит эта героиня, где умелые маркетологи работают с таргет-группой «Женщин за 45 плюс» и продают соответствующие продукты, чтобы у них была такая прибыльная торговля. Где вдруг спускаются богини в виде бабок Мойры, где, конечно, талантливейшая актриса Ирина Кривонос склеивает все эти эпизоды, бродя по этому супермаркету, потому что вообще непонятно, это жизнь или это поток ее сознания, где появляются самые разные персонажи, где руководитель отдела социального обеспечения руководит джаз-бандой и поет о том, что необходимо приобрести мыло. Да, главное не наговорить спойлеров сейчас, да? Это что-то невероятное, конечно, очень талантливое, и вот этот тайм-аут, и боги Волгаллы спускаются, чтобы этот тайм-аут этой женщины, Людочки, как ее называют, наконец, все, чтобы он прекратился. Судя по всему, у наших соседей, у новосибирцев какой-то тоже творческий подъем, потому что уже второй, за год вторые гастроли в рамках разных фестивалей в Красноярск приезжают. Безусловно, это и театр Старый дом, и театр Красный факел, и театр Глобус, и Аперетта. Вот, да, действительно, как-то, понимаете, вот прирастаем Сибирью. Да, ну и в прошлом году у сибиряков было 15 номинаций, увезли только поменьше, да, но тем не менее это очень приятно. В следующем году под каким-то, может быть, особым углом, под каким-то лозунгом будет проходить «Золотая маска». Никогда. У нас фестиваль, который, в общем, он, ну, можно сказать, традиционный, но это ежегодно конкурс, в котором участвуют и отбирают все спектакли эксперты. Они ездят по всей России, отсматривают, ну, 1200-1500 спектаклей в год, отбирают порядка 80, то есть, понимаете, это такое серьезное просеивание всего. Это премьерные работы? Это только премьеры прошедшего театрального сезона. То есть это вот свежие премьеры, то, чем жила одна восьмая часть суши за вот этот прошедший театральный сезон. Затем мы объявляем афишу, и с января мы уже привозим и показываем спектакли в Москве. Здесь никаких лозунгов, никаких слоганов нет. А уже после окончания фестиваля мы вот начинаем ездить как раз в регионы. У нас есть какие-то, несколько проектов очень серьезных, которые мы делаем специально, чтобы как можно большее число зрителей увидели спектакли. Это «Золотая маска» в кино. С большой очень аудиторией мы снимаем спектакли, показываем их прямой трансляцией, затем в регионах с отложенной трансляцией, в регионах с другим временем. И «Золотая маска» онлайн. То же самое, чтобы все-таки большая аудитория России могла быть приобщена вот к тем смыслам, которые мы показываем и поделиться теми работами, которые нам очень важны. Мария Юрьевна, да, большое спасибо, что делаете искусство для сибиряков. В частности, за сибиряков, скажу, ближе и доступнее. И будем рады видеть успехи, во-первых, наших красноярцев, премии «Золотая маска». Будем болеть, как мы всегда это делаем. Вам большое спасибо и удачи в вашем замечательном творческом проекте. Мария Евсеевна Ревякина, генеральный директор национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска», была у нас гостьей в программе «После новостей». Две недели фестиваль «Золотая маска» будет идти в Красноярске. Успевайте попасть. Это действительно замечательное и долгожданное событие. Это была программа «После новостей». Я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин